Подтянуться по учебе. Проблемы образования на этой неделе решали на конференции учителей в Таштыбском районе. На встречу с педагогами приехал и председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев. Над слабыми местами в учебе заставили затуматься итоги ежегодных тестирований. В Таштыбском районе признают в управлении образования слабое место английский язык. Как поднять качество обучения и развить в школьнике творческие способности – сегодня это, пожалуй, один из самых острых вопросов. Между тем, проблемы с кадрами за последние годы ушли на второй план. В районе, как и в других муниципалитетах Хакасии, строят учительские дома, привлекают молодых специалистов. Многие возвращаются в родное село с дипломами педагогов. А перспектива у молодых учителей есть. Если еще до реформирования средняя зарплата педагога была 9 тысяч рублей, сегодня после трех повышений – это сумма по Хакасии 26 тысяч. Причем увеличение, отметил Владимир Штыгашев, далеко не последнее. Удаленность за последние 4-5 лет совершить существенный шаг в создании материально-технического образования, подготовке кадров, совершенствование оплаты труда. Мы должны выйти дальше. Мне кажется, что зарплата педагогических кадров должна быть значительно выше, чем средняя по экономии денег. В эту субботу, 31 августа, на территории нового сельхозрынка в Абакане пройдет масштабная ярмарка. Пока места для торговли оборудуют лишь на открытом воздухе. Однако скоро продавать свежие овощи и мясо будут под крышей. Двухуровневое здание с цокольным этажом, площадью более 3,5 тысяч квадратных метров. Планируют сдать в декабрю этого года. На первом этаже оборудуют 200 торговых мест. Причем жители республики, кто решит продавать с этих точек, должны будут внести только арендную плату. Сделать ее минимальной над этим вопросом сегодня работают в правительстве Хакасии. Все это направлено на комплексное развитие производства и поддержки сельхозпроизводителей. То есть мы в бюджет вкладываем большие деньги для того, чтобы фермеры создавали первичный агропродукт. Затем мы вкладываем деньги через Минэконом, чтобы поддерживать производство переработчиков. И вот этот этап – это для того, чтобы легче было сбывать, чтобы минимизировать количество посредников, чтобы держать цены на сельхозпродукцию на приемлемом низком уровне. В отличие от традиционных ярмарок, крупнейший в Сибири рынок будет работать в ежедневном режиме. Для сельхозпроизводителей – стабильный дополнительный заработок. Для покупателей – экономия семейного бюджета. Ведь продукцию из первых рук можно будет купить по сниженной цене. Разница со среднерыночной стоимостью обещают власти 15-20%. Школьники Матура в этом учебном году сядут за новые парты. В селе откроется школа на 240 мест. Строительство учебного здания было на контроле правительства и Верховного совета Хакасии. Строительные работы шли с сентября 2011 года. Именно тогда заложили первый камень. На масштабный проект выделили 200 миллионов рублей. Сумма хоть и большая, но ситуация того требовала. Старой школе давно перевалило за 100 лет. В Матуре, в самом старом селе Хакасии, с нетерпением ждут 1 сентября. Это были все новости парламентской недели. Всего доброго.